22 сентября в Буйском муниципальном районе состоялись две торжественные церемонии вступления в должность глав, избранных на выборах 10 сентября. Официальные итоги единого дня голосования по досрочным выборам главы Центрального сельского поселения озвучила председатель территориальной избирательной комиссии района Любовь Разгуляева. В выборах приняли участие 1953 избирателя. Большинство голосов из трех кандидатов набрал кандидат выдвинутой партии «Единая Россия» Василий Потемкин. За Василия Анатольевича проголосовали 1464 избирателя, что составляет 74,96% проголосовавших. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Зарегистрирован избранный глава Центрального сельского поселения Василий Анатольевич Потемкин. Позвольте обучить удостоверение. Избранный глава Центрального сельского поселения Василий Потемкин принес присягу. Я, Потемкин Василий Анатольевич, вступаю на должность главы Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области. Торжественно клянусь справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять обязанности главы поселения, прилагая все свои силы и способности на благо жителей сельского поселения. До своего избрания Василий Анатольевич в течение нескольких месяцев исполнял обязанности главы и успешно справлялся с ними, о чем на церемонии инаугурации говорили собравшиеся. Новому главе желали поддержки высших властных структур, начальников территориальных отделений, входящих в состав Центрального сельского поселения и, главное, поддержки самих жителей. Я тебя поздравляю с избранием такой высокий пост, но отдельно я хотел бы поговорить наших депутатов Центрального сельского поселения, когда в форс-мажорных обстоятельствах вы сумели сделать правильный, как мы уже сейчас поняли, выбор. Вот 4 месяца, которые я работал, это все показало. Действительно, есть реальные дела и умение сделать что-то людям за меньшие деньги, которые делались раньше. Вот мы сейчас реальных дел, это лето и весну сделали гораздо больше. Это и по дорожной деятельности, это и по ремонтным работам, мы крышу ремонтировали, и по местным инициативам, и остановок наделали, и в ликурге, и в карьере, и в парке. Раньше этого не было. В бюджете денег не прибавилось, даже наоборот убавилось, а реальных дел больше. Вот и состоит работа главы, чтобы делать больше дел с меньшими затратами, чтобы нашим людям жилось лучше и комфортнее. У Василия Анатольевича все есть для этого. Молодость, уже и опыт, плюс он все-таки по образованию экономист. Наверное, и результаты такие, что делать все гораздо меньше с затратами. Василий Анатольевич, успехов тебе, здоровья. Поселение очень сложное, практически весь район. Ну, выбор сложный, но я считаю, что осознанный. И я думаю, что мы будем работать вместе. И из-за этого сотрудничества нашим людям, которые живут во всем Буйском районе, будет жизнь, наверное, лучше. Ну, конечно, при помощи вышестоящих властей и областных, и федеральных. Потому что цель у нас одна, чтобы людям жилось лучше. Поздравляю, Павел Иванович. Я обратил внимание, что человек старался вникать во все дела. Спокойно дремать нам тут не давал, как бы. На самом деле, руку на пульсе держал. И на самом деле, как Александр Михайлович сказал, что на самом деле, вот у нас и по общественным инициативам в центральном сельском поселении работ было много сделано. Значит, по дорогам, по дорогам, значит, тоже, допустим, в принципе, конечно, относительно все это смотреть, но и по тем деньгам, которые в области у нас есть, я считаю, что в районе у нас, конечно, работа велась, значит, большая. Хотелось бы, да, конечно, большего. Это ясно дело, что хотелось бы большего. Значит, ну, на самом деле, если человек молодой, впереди все у него, опыт будет набираться, ну, а нам всем ему помогать надо. Вот. То есть, поздравляю, Павел Иванович. Да, спасибо. Поздравляю вас с избранием на посту делового центрального сельского поселения. Желаю вам успешной плодотворной работы на этой высокой должности. И хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда было пожелание и хватало сил для выполнения самых сложных задач, стоящих перед центральным поселением. Просто всем могу сказать только слова благодарности за ту помощь, которую вы мне оказали в тяжелое время. Когда я заступил на должность временно исполняющей обязанности, конечно, не совсем я осознавал ту сложность и тот объем работ, который предстоит выполнить. Ну, как бы, звучали слова, что, ну, если не сбежит, пусть работает. Не сбежал, как бы, работа нравится. То, что есть сложные вопросы, это еще больше доставляет какой-то энергии. Не спишь ночью, думаешь, а думаешь, никогда не стоишь на месте. Расслабляться некогда. И этот ритм работы мне очень нравится. И, конечно, благодаря той сплоченности и депутатов, и администрации района, и сотрудников администрации центрального сельского поселения, заведующих территориальных отделов, и благодаря вот такой совместной работе мы удалось сделать эти правильные шаги. Конечно, были сложности, было непонимание, потому что надо было сработаться. Без этого никуда. По-другому в любом месте не будет все гладко идти. Всегда через это надо проходить. Ну, прошел, и дальше, я говорю, желанием работать и делать все на благо жителей нашего поселения и района, для жителей Буйской земли, чтобы как-то жизнь на селе изменилась в лучшую сторону, чтобы те работы, которые они выполняли с нашей стороны, были более качественные, более современные, уже как-то идти в сторону развития. Ну, в планах много, что запланировано, время покажет, но от себя сделаю все возможное и невозможное, чтобы нам справиться с поставленными задачами. Всем спасибо огромное. Глава центрального сельского поселения вручил благодарственное письмо депутату Александру Саврасову за плодотворное сотрудничество и оказание помощи в благоустройстве территории. Василий Потемкин поделился с нами тем, с какими планами он начинает работу уже в качестве избранного жителями главы центрального сельского поселения, исходя из собственного опыта деятельности на этом нелегком посту. Работа проделана была за полгода приличная. Планы они сами по себе нарисовываются на следующий год. Что-то не успели, что-то новое появилось. Здесь работа та же самая будет вестись для населения. То есть это и дороги, и освещение, это качественные коммунальные услуги, водопроводы, питьевые колодцы, ну и прочие работы. Работы очень много. То, что запланировано, постараемся успеть. Бывает, не все от нас зависит, но мы выкладываем все по полной. И погода, бывает, мешает, бывает, и финансы не позволяют. И работа с подрядчиками, бывает, проходит не так гладко, как хотелось бы. Потому что подрядчика выбираем. Согласно 44-го закона, нужно и выбрать оптимальную стоимость и качество. Потому что по низкой цене не всегда можем получить качественный товар. Приходится смотреть за подрядчиком. Ну, здесь большую помощь оказывают заведующие территориальных отделов. Все работы контролируются, качество, сроки. Ну, чтобы все работы, которые произвели мы для населения, они дали результат положительный. Чтобы не было отрицательных отзывов. Чтобы это принесло реальную пользу. Огромную благодарность хотел бы выразить всем тем жителям, которые пришли 10 сентября на выборы. Они проголосовали, отдали свой гражданский долг. Они являются реальными жителями и патриотами своих поселений. За это им огромная благодарность. Выборы главы Барановского сельского поселения также признаны действительными. Напомним, что на пост главы баллотировались также три кандидата. Но жители в третий раз доверили возглавить поселение Ольге Николаевне Королевой. За Ольгу Королеву выдвинутую партией «Единая Россия» проголосовало 77,58% пришедших 10 сентября на избирательные участки жителей Барановского поселения. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Зарегистрирован избранный глава Барановского сельского поселения. Позвольте мне, Ольга Николаевна, вручить вам удостоверение от избрания. После вручения удостоверения избранного главы Ольга Королева принесла присягу. Божественно кляну, справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять обязанности главы поселения, прилагая все силы свои и способности на благо жителей сельского поселения. Один из, наверное, сложных участков в Буйском районе – это глава права сельского поселения. И посредством бюджет очень скудный, и населенный пункт разбросанный, находится около города Буйя. Ну и, как обычно, вокруг города живут люди более претензионные, потому что они видят, что в городе есть, это значит и у нас тоже должно быть. Поэтому я очень благодарю Ольге Николаевне и депутатам, с помощью которых я сумел убедить Ольгу Николаевну. К счастью, повезло Ольге Николаевне, что и такие депутаты, и она по всем вопросам советуется только с ними и с населением. Потому что такой бюджет очень сложно расходовать, потому что надо и туда, и туда, и туда. И как определить, что в первую очередь, это, конечно, с помощью депутатов. Если это сделаем, значит, вот это не будем делать. А вот это тоже надо, тогда это не сделаем. И поэтому люди выбирают то, что именно в первую очередь необходимо. Да, действительно, делать надо много, но не все это удается. И даже люди, которые обычно оппоненты, приезжаемые в населенные пункты, которые правильно требуют, что нужно делать. И эти люди, которые мы считали оппонентами, они голосовали за Ольгу Николаевну. Все-таки выборы были альтернативные. Был представитель от ЛДП, хоть он активную деятельность не вел, но свой электорат эта партия имеет в Гуйском районе, где-то от 15-20%. Ну и был еще самоводвиженец, который ввел активную агитацию, тем более он местный, барановский. И в итоге 77%, это, наверное, для кого-то удивительного, для меня нет. Это значит, люди доверяют. И те, которые критикуют, они тоже доверили Ольге Николаевне. Потому что на данный момент альтернативы нет. Это действительно сильная, ответственная работа. Ну, главное, здоровье. И думаю, что у нас все получится. Треба, все поддержит. Да. Депутаты от населенных пунктов, входящих в состав барановского сельского поселения, поздравляя Ольгу Николаевну с избранием, выразили надежду, что третий срок работы на ответственной должности не будет последним у их главы, которой они доверяют непростую руководящую задачу. Думаю, что у нас выборы прошли нормально, стабильно, без всяких эксцессов, я считаю. Жалоб в администра в избирательную комиссию не поступало. Я, конечно, с пользой случаем хочу выразить слова благодарности нашим жителям, которые приняли активное участие в выборах, пришли, проголосовали. Оказали мне такое доверие, чтобы я еще раз была избрана главой барановского сельского поселения. Какой рост это? Третий срок. Планы, конечно, есть, и я надеюсь, что они у нас будут осуществимы. Сейчас на данном этапе нам необходимо закончить реконструкцию помещения под ФАП, чтобы у нас все прошло благополучно. Мы должны завершить контракт в ноябре месяце. Будет функционировать новое помещение. Часть зданий нашей администрации будет новый ФАП с новым оборудованием, надеемся. Это намного улучшит жизненные позиции наших людей. Они будут приходить в комфортабельное, уютное, прекрасное, я надеюсь, хорошо оборудованное помещение, где будет специальный кабинет процедурный, кабинет врача будет, приемное. Что доступность для инвалидов, это во всяком случае сейчас очень высоко ценится, и у нас будут выполнены работы на данный момент эти, что люди даже с ограниченными возможностями могут быть доступны попасть на наше новое помещение ФАП. Это первоочередное наше сейчас, это то, что нам необходимо завершить. В дальнейшем, конечно, у нас планы – это продолжить восстановление дорожного полотна в деревне Малога, в деревне Костину, которую мы в этом году не смогли выполнить ни в том, ни в другом населенном пункте. По ряду причин, основные, главное, конечно, основное, это не было финансовое средство с начала лета и дождливое лето. На будущий год мы планируем, нам надо необходимо закончить эти населенные пункты. Ну и, конечно, жизнь не стоит на месте. Надеемся, что какие-то будем участвовать, может, в каких-то программах опять будем формирование местных инициатив поучаствуем. Ну, я думаю, что у нас есть перспективы, будем надеяться, что наши планы и желания наши будут исполняться. На нашем барамском сельском поселении сейчас население немножко уменьшилось, это 926 человек на территории нашего поселения, это 22 населенных пункта, границы у нас очень большие, расположено наше поселение в трех направлениях. Самая дальняя точка – это поселок Дмитриевка, граница с Галичем, это по железной дороге в сторону Галича, это наше галическое направление автодороги, Буй-Галич, населенный пункт наш самый дальний – это деревня Ваганово. И крайний этот, в сторону Ликурги или Гену, это поселок Центральный, где-то 11 километров от города Буйя, у нас разброс очень большой. Так что вот стараемся, чтобы у людей были условия к жизни, дороги были, чтобы проезжие, чтобы у людей функционировали, самое главное, соцкультурные бытовые условия были лучше, чтобы на наши магазины работали, на нашей территории, чтобы ФАП обслуживали наше население. Вот наша эта жизнь.